Пролетев немного более двух часов от Иханнесбурга до Замбии, наш самолет приземлился в гостеприимной и солнечной Замбии. Проехав 20 минут на комфортном микроавтобусе, мы оказались в отеле Замбези Сан. Отель с первой минуты показался очень уютным и комфортным. Номера достаточно приличные, оборудованные всем необходимым для удобного проживания. Питание в ресторане очень хорошее и расположение отеля очень удобное и отдыхающим не нужно дополнительно оплачивать вход на водопад Виктория. А также по программе предстояло побывать на острове Ливингстон, покататься на катамаране по реке Замбези, кишащими бегемотами и крокодилами, а также пролететь над водопадом Виктория. Но не буду забегать вперед, это все еще увидите, посмотрев фильм до конца. Для того, чтобы визуально показать вам отель Замбези Сан и его расположение от водопада, я заснял его с расстояния птичьего полета. Сейчас вы это можете видеть. Проезжая по территории отеля, было удивительным видеть никуда не спешащих жирафов. Они настолько привыкли к окружающим людям и технике, что порой могут остановиться посреди проезжей части территории отеля и смотреть куда-то вдаль. Парковая территория отеля Замбези Сан очень большая, что дает возможность затеряться в ней не только зебрам и мелким животным, но и огромным гигантам жирафам. После дневной экскурсии с фото и видеокамерой я решил самостоятельно прогуляться, чтобы насладиться природой парка в отеле, а также пофотографировать необычных для наших краев животных. Ежедневно жираф потребляет около 30 кг пищи и проводит за едой от 16 до 20 часов в сутки. Интересно, что по технике сбора пищи жирафам можно определить его пол. Самцы в основном едят листья, расположенные очень высоко, и при этом они сильно вытягивают шею и запрокидывают голову. А самки питаются листьями, растущими на уровне их тела, поэтому они часто немного опускают шею. Этому молодому жирафу, изучающему меня, нет и двух лет. При рождении жирафы имеют рост 1 метр 80 сантиметров и вес достигается до 90 килограмм. Через пару часов после рождения они твердо встают на ноги. И около двух лет детеныши находятся рядом с матерью, а по истечении шести лет они становятся взрослыми и готовы к продолжению своего потомства. Сейчас мы видим, как мама дождалась своего отставшего детеныша, а вот их папа сейчас наблюдает за ними из-за дальних деревьев. Потребность в жидкости покрывается в основном за счет пищи, из-за чего жираф может обходиться без питья на протяжении недель. Если же он все-таки пьет, то может за раз выпить до 40 литров воды. Мое любопытство возымело прогуляться вслед за семьей жирафов по парку. Какое-то время они не обращали на меня внимания, а потом остановились и все, пристально не отводя глаз от меня, стали изучать. Видимо, задавая себе вопрос, а что ему от нас нужно? На территории отеля проживает около десятка зебр. Многих ученых интересует окраска кожи и есть несколько гипотез. Для чего все же природа им дала такую окраску? Так вот одна из гипотез, что у зебры в эволюционном отношении полоски являются, вероятно, средством маскировки против кусающихся мух и слепней, которые реагируют на поляризации света, которая отличается при отражении от полосок разного цвета. И другая же гипотеза. Полоски являются также хорошей маскировкой от хищников, так как из-за полосок на коже труднее оценить очертания тела животного. А также, когда за стадом гонится хищник, то ему трудно найти одного животного, так как рябит в глазах. Кто-то называет зебр из породы ослов из-за их невысокого роста, а кто-то говорит, что они из породы лошади. Многочисленные туристы как раз и летят со всего мира за десятки тысяч километров, чтобы увидеть своими глазами жизнь мирных и диких зверей в природе Африки. И на самом деле, местные жители бережно относятся к животным, хотя бы потому, что при убийстве животных наступает уголовная ответственность или такой штраф, что не хватит рассчитаться денег и у всего племени. Также, прогуливаясь по парковой части отеля, я встретил грациозных животных, называемых спринбок. В природе при нападении львов, гепардов или других хищников, или в случае тревоги, они резко набирают скорость вертикальными прыжками. Из стойки он может прыгать до трех с половиной метра. При этом ноги остаются вытянутыми и твердыми, спина выгибается вверх, а из складки на коже на спине выглядывают длинные белые волосы, видные издалека. И такое поведение этих красивых животных может служить предупреждением для сородичей и других животных о приближении хищника. Но если все же нападение происходит, то спринбок может развивать скорость до 90 км в час. С такими данными нет более животных в Африке, если же не учитывать, конечно, гепарда. Невозможно не пройти мимо небольших по своему росту обезьян. За этими забавными животными можно наблюдать часами. И за все это время не найдешь ни одного повторяющего движения. Складывается впечатление, что им вообще нет дела до проходящих людей. Хотя нет, когда я подошел поближе к деревьям, то они стали более шумными и быстро прыгающими по деревьям. Видимо, они уже приучены вниманию отдыхающих отелей и с удовольствием таким образом развлекают их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нетерпение поскорее увидеть водопад вызывало во мне желание поскорее отправиться к нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки и относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Он находится на границе двух национальных парков Гремящий дым в Замбии и водопад Виктория в Зимбабве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водопад разделен на четыре части островами на краю пропасти. Рядом с правым берегом реки наклонный поток 35 метров шириной, названный прыгающей водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее за островом Буарука шириной 300 метров идет основной водопад шириной около 460 метров. А остров Ливингстона, где мы еще побываем с вами, отделяет главный водопад от второго потока. Ширина его приблизительно 530 метров. А у самого левого берега реки расположен восточный водопад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Шотландский исследователь Дэвид Ливинсон, побывавший на водопаде в 1855 году, был очарован красотой и назвал водопад в честь королевы Виктории. А среди коренного населения этих мест водопад был известен как Гремящий Дым. Водопад Виктория – одно из завораживающих мест на планете, созданное самой природой. Водопад расположен на границе Замбии и Зимбабве. А сейчас мы с вами можем увидеть людей над обрывом на стороне государства Зимбабве. Ширина водопада приблизительно 1800 метров, а высота 108 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Единственный выход из той расщелины, куда сейчас падает вода – это довольно узкий канал, пробитый водой в ее стенке приблизительно на две трети расстояния от западного конца. Этот поток имеет ширину приблизительно 30 метров. Весь объем воды проходит по нему около 120 метров, после чего река попадает в зигзагообразное ущелье. Река не выходит из этого ущелья около 80 километров, вплоть до покидания ею базальтового плата. В течение дождливого сезона через водопад проходит более 50 миллионов литров воды в минуту. Из-за огромной силы падающей воды брызги поднимаются на сотни метров воздух. В 1958 году во время наводнения в Замбезе отмечен рекордный уровень стока – более 770 миллионов литров воды в минуту. Сразу после водопада начинается участок реки с многочисленными порогами, что привлекает поклонников сплавов на каяках и рафтах. Пороги достаточно безопасны для начинающих туристов. При большом расходе воды нет опасных камней. И после всех порогов идут участки гладкой воды. В данное время проходит подробный инструктаж для желающих спуститься по порогам бурлящей воды. Команды людей на лодке обучают, как действовать во время сплава на случай переворачивания лодки или удара о камни. А также помогать друг другу соблюдать командный дух и помогать в чрезвычайных ситуациях. Я заметил, что на всей экскурсии, независимо от ее вида, туристы всегда расписываются в журнале за проведенный инструктаж. Даже если его и не было. Субтитры сделал DimaTorzok В конце первого зигзага река попадает в глубокий водоем, называемый Кипящий котел, шириной около 150 метров. В низководье поверхность котла спокойная, но во время высокой воды покрыта неторопливыми гигантскими водоворотами и вскипучиваниями водной поверхности, а стены ущелья высотой около 120 метров. Субтитры сделал DimaTorzok В дождливый сезон через водопад Виктория проходит более 9000 кубических метров воды в секунду. В это время вода сливается через главный водопад сплошным потоком. А в период засухи или межсезонья, как сейчас, водопад сокращается до нескольких узких струек. Брызги и туман почти отсутствуют. Поток снижается до 350 кубических метров в секунду. В это время можно изучать глубину ущелья, обычно с залитой водой, когда наступает большая вода. Между максимальным потоком в апреле и минимальным в конце октября уровень воды в ущельях меняется почти на 20 метров. Ниже кипящего котла, примерно под углом 45 градусов водопаду, через ущелье переброшен мост. Один из пяти расположенных на реке Замбези. Мост в форме арки имеет длину 250 метров. Вершина моста на 125 метров выше нижнего уровня реки. С этого моста отчаянные туристы, прикрепленные за ноги, спрыгивают в пропасть. По рассказу русского туриста ощущения непередаваемые. Несколько секунд свободного падения приносят удовольствие. Но когда веревка заканчивается, человек летящий вниз ощущает, что его все внутренние органы сместились от удара. А потом несколько минут, крепление начинает растягиваться и собираться. И это самое неприятное. Поскольку программа расписана по часам, почти каждое утро приходилось рано просыпаться. Сегодняшнее утро не исключение. Оно началось пешей прогулкой до отеля Livingstone. Наш отель, где мы проживаем и Livingstone, имеют одну общую территорию. И оба отеля расположены вдоль реки Замбези. Субтитры создавал DimaTorzok Представители принимающей стороны показали, как хорошо живется в отеле Livingstone. Да, действительно, мы были удивлены роскошью отеля. Это действительно делюксовский отель. С хорошим обслуживанием и персоналом. Конечно же и ценами, которые почти в два раза по стоимости выше нашего отеля Замбези Сан, где мы и остановились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На экране мы сейчас видим нашего гида по Йоханнесбургу Замбии и Ботсване Татьяну, а также двух других приятных женщин, одна из которой владелица компании Туроператора, который нас принимает на территории Замбии. Выходя за территорию отеля Замбези Сан, все туристы записываются в журнале, указывая фамилию, номер комнаты, а также время выхода за территорию. Территория отеля огорожена оградительной проволокой, запитанной от напряжения, поскольку отели находятся в национальном парке, где случайно могут забраться бегемоты или большие стада зомбийских слонов. Итак, прогулявшись по отелю Ливингстон, мы находимся на причале отеля, для того, чтобы очередной раз расписаться в книге инструкций и отправиться на небольшом катере на остров Ливингстон. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрящие фильм могут спросить, чем интересен этот остров. Так вот, остров интересен тем, что он находится на самом краю водопада Виктория и даже при большой воде в реке Замбези остается незатопленным, Так вот, предприимчивые зомбийцы получили лицензию и устроили на острове площадку для отдыха и развлечения. Кроме того, что остров сам по себе интересен, так и еще гиды предлагают искупаться в реке над самым обрывом водопада. Проплыв на лодке несколько минут от причала отеля, мы оказались на острове. Сейчас в сопровождении гида мы идем к краю водопада Виктория. Нам по пути предложили переодеться и под чутким руководством трех чернокожих парней мы направились за экстримом. Сейчас мы видим с противоположной стороны остров Ливингстон, на котором находится очередная группа любителей экстремального отдыха. Да, купание – это интересно. И не каждый раз предоставляется такая экстремальная возможность пощекотать себе нервы. Не мы первые, и не мы последние. Честно скажу, что я даже и не поинтересовал своего гида по поводу вопроса купания в реке во время большой воды. Купаются ли туристы? И теперь этот вопрос меня беспокоит. В верхней точке 120-метрового водопада Виктория в Зимбабве есть естественный горный водоем, названный купелью Дьявола, где вода относительно спокойная с сентября по декабрь. Когда уровень воды низок, купель Дьявола превращается в один из самых огромных водоемов, в которых можно плавать. Водопад расположен примерно на середине течения реки Замбези. А выше водопада река Замбези течет по плоской базальтовой плите в долине, ограниченной низкими и редкими холмами из песчаника. В течение реки расположены острова. Число островов увеличивается по мере приближения к водопаду. Видеокамеру брать запретили. А все фотоаппараты сложили в непроницаемый пакет и поплыли к месту купания. Сейчас вы увидите некоторые фото, сделанные моим фотоаппаратом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После купания нам предложили большие полотенца и легкий завтрак. От завтрака мы, конечно, отказались, а вот попить кофе у водопада это приятно. Сейчас я наблюдаю такую картину, когда местный житель пытается принести в жертву водопаду нашу туристку. Она говорит, что боится, но позже соглашается. Конечно, это шутка. В последнее время большой поток туристов из России посещает эти дальние экзотические страны. Мне знакомы некоторые наши сограждане, уже бывавшие в этих краях не по одному разу. Их не останавливают немногочасовые перелеты и дорогостоящие туры. Я не знаю в том, что останется ли в памяти отдыхающих детали путешествий, но за себя могу сказать уверенно, что делая четырехсерийный большой фильм, я вновь и вновь вспоминаю приятные минуты путешествия в ЮАР, Замбию и Ботсвану. Как я ранее говорил, что программа расписана по часам, и после обеда мы отправляемся на базу, с которой полетим на воздушном транспорте над водопадом Виктория, и с высоты птичьего полета полюбуемся на происходящую красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Туристы, отправляясь смотреть на водопад Виктория с высоты птичьего полета, самостоятельно выбирают вид транспорта. Кто-то предпочитает так называемый усовершенствованный дельтаплан. Туристы садятся рядом с пилотом, надевая шлем. На крыле летательного аппарата закреплен фотоаппарат, который на протяжении всего полета фотографируют, а фотографии можно получить при прилете на компакт-диске. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. На имя это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Моей целью было не только фотографировать, но и снимать на видео. А поскольку на летательном аппарате с крыльями запрещено фотографировать и снимать, то я предпочел другой вид воздушного транспорта. Субтитры сделал DimaTorzok Водопад Виктория примерно в два раза выше Ниагарского водопада и более чем вдвое шире его главной части. Падающая вода в сезон большой воды образует брызги и туман, которые могут подниматься на высоту 400 метров и выше. Создаваемый водопадом туман видим на расстоянии до 50 километров. Пролетая над водопадом Виктория испытываешь радость от увиденного. Ширина водопада примерно 1800 метров, высота 108 метров, а в некоторых местах достигает и 120 метров. Водопад Виктория образовался в месте, где Замбези резко падает в узкую примерно 120 метров шириной расщелину, вырезанную водой в разломе земной коры. Многочисленные островки на гребне делят водопад, формируя потоки. А сейчас мы пролетаем над отелем Замбези-Сан, где мы проживаем. С течением времени водопад Виктория отступал вверх по течению, прогрызая себе все новые и новые расщелины. Эти расщелины теперь образуют зигзагообразные русла реки с отвесными стенами. Их хорошо видно с самолетов и на спутниковых снимках. А также мы можем наблюдать сейчас. Вдали мы видим остров Ливингстон на слегка выступающей скале, на которой мы побывали сегодня утром и купались в реке Замбези. Шотландский исследователь Дэвид Ливингстон, побывавший на водопаде в 1855 году, назвал его в честь королевы Виктория. Среди коренного населения этих мест водопад был известен как Гремящий дым. Ливингстон писал о водопаде. Никто не может сравнить красоту с чем-либо увиденным в Англии. Это никогда прежде не видели глаза европейцев. На места столь прекрасные должно быть смотрели ангелы в полете. Мы попали в сезон малой воды, а когда бушует стихия, то невозможно было бы фотографировать водопад. И в период сезона большой воды всем посетителям водопада при посещении необходимо было одевать непроницаемый полиэтиленовый плащ с капюшоном, чтобы остаться сухими. Пролетая на вертолете над рекой Замбези, мы можем наблюдать на реке белые трехэтажные катера-катамараны, на которых проводят экскурсии для отдыхающих по Замбези. Такая экскурсия предстоит нам завтра. Продолжение следует... Довольные сегодняшним днем на большой скорости мы ехали на автомобиле в отель. Вдруг водитель остановился и вернулся по проехавшему пути. Как оказалось, он нам захотел показать недалеко от дороги проходили большие слоны. Фотографировать можно было только из автомобиля. всегда и везде в целях безопасности в Африке запрещено выходить из автомобиля, когда недалеко находятся дикие животные. и в Африке можно было Сегодня наконец-то мы проснулись не так рано, так как предстояла одна развлекательная экскурсионная программа на этом трехэтажном красивом катамаране, называемом Ливингстон. Забравшись для лучшего обзора на третий этаж палубы, внимательно слушали рассказы гида. Этаж палубы внимательно слушали рассказы гида. В экскурсионную программу входили закуски и напитки, в том числе горячительные, для лучшего восприятия окружающей среды, а также входили рассказы гида о животных, проживающих на реке Замбези и вдоль побережья берегов, а также дельные советы, как местные жители спасаются от разных болезней благодаря растениям и деревьям. Проплывая по реке Замбези, мы можем наблюдать большое стадо буйволов. Буйволы входят в так называемую большую пятерку животных Африки. А также гид нам влюбилась. пообещал, что мы обязательно увидим крокодила и бегемота. Посмотрев достопримечательности Замбии, завтра мы отправляемся в Ботсвану, чтобы побывать на автомобильном и водном сафари с животными. Поверьте, это путешествие не менее интересное предыдущих, где мы можем ознакомиться и увидеть всю большую пятерку животных Африки. Третья часть фильма будет полностью посвящена жизни животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова